здравствуйте друзья у нас сегодня день открытых дверей open house вот этот домик на продажу выставлен светочка почем вещь миллион шестьсот семьдесят пять тысяч это самый дешевый из тех трех что мы сегодня решили посмотреть потому что он из стареньких мы 57 лет вот он построен в пятьдесят девятом году мы считаем 4 спальни два туалета в общем стандартная конфигурация очевидно он расширен потому что там 2270 скверфутов что неплохо да что это где-то около 230 квадратных метров все в одном уровне и лот у него большой самый большой из всего что мы будем что какой лот 6 825 соток то есть около 7 соток не такой на самом деле и гигантский и он за скверфуд самый дешевый пересчет а сверхфуд считается цена поделенная на площадь дома да и сколько 737 ну это же землей это не само строительство нет 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 это деленное на площадь дома да но цена же дома с землей идет но цена дома землей да но деньги поэтому вот пошли внутрь я прошел в бэк-ярд и так вот снимаю пока из бэк-ярда то в сторону фронт-ярда видите что творится у соседа тут такие апельсины и он совершенно не контролирует ведь они тут сыпятся людям на участок приятные соседи свои с такими апельсинами то ну и давайте мы посмотрим на бэк-ярд вот я тут в уголке фактически это бэк-ярда тут дек неплохой такой вполне но опять тут не безумно много земли китаяночка такая симпатичная девочка которая риэлтор такая вся светящаяся она нам сказала что этот дом когда-то был принадлежал к seo гугла вот так что друзья это можно сказать по-своему историческая вещь тут приличные люди смотрите они лимончики сажают наши наши пацаны вот смотрите какие хорошие лимончики вообще конечно такое большое дерево могло бы и побольше на на них съели да в общем вот так это все выглядит снаружи берез кто-то у них но мы дошли до конца и смотрим в ту сторону вот так вот ту сторону вот так там калиточка наружу пошли внутрь это входная дверь у нас обувь мы оставили пошли внутрь вот такая комнатка тут вообще-то надо сказать что до в приличном очень состоянии то есть конечно потолок выше не стал вот но так вот чисто внешне тут очень мило очень мило вот этот кирпичный камин это так раньше что делали видите там как вот на две стороны ведь на тук в ту комнату и в эту кирпичный камин и в ту комнату champs и благодаря фактически я вам и закрывал Так, это шкафчик. Движемся по коридору. Что, Свет, ты смеешься? Это детская комнатка. Да, вот видите, улица, там народ подъезжает с лядочками, там все хорошо на улице. Так. Кого-то, наверное, будет согревать мысль, что живет в доме си его губа, да? Да. Может, ты у него чего? Да. Ну, обычно, знаешь, два снаряда в одну воронку не попадают, так что тут энергетика должна быть хорошая. Энергетика должна быть шикарная. Они его привели в какое-то чувство, знаешь, пол поменяли, да? Да, так все это не недавно, это специально. Так, вот у нас гараж тут. Ну, гараж в таком запущенном состоянии, видите, они стащили туда то, что мешало им делать... Нет, нет, я не стал смыслом, что сам гараж, а они туда накидали много. Ну, конечно. Гараж хороший, просторный, на две машинки, нормальный гараж. Так, уходим. Так, коридорчик заворачивает. Ну, смотрим, тут у нас санузел скромненький, скромненький такой, нормальный. Так, идем дальше. Вот еще такой подъемчик. Видимо, это стейджинг, то есть, они специально их так расставили, кроватку поставили поменьше, потому что, если бы сюда поставить кроватку побольше, то получилось бы, что совсем площади нет. Небольшая. Небольшая. Копус сколько? Метров 10 есть тут, да, Саня? Нет, тут больше. Больше 10. Да, тут метр 12. Самолетики такие. Прикольненько. Ну, еще. Идем дальше. То есть, фактически приближается к миллион семьсот, да, цена? Да, да. Не слабенькая? Ну, это самая дешевенькая. Да. Вот в том месте, где мы сейчас находимся, вот это самая дешевенькая. Но на самом деле, я скажу так, все-таки дом расстроился. Он побольше площади, чем он был оригинально, потому что оригинально он был, наверное, что-нибудь там 1300-1400, если не меньше, скверфутов. А сейчас он там 2200. Это большая разница, поэтому он так немножко дороже стоит. Так, вот тут бетрум. Это вок-ин-клозет, вот с той стороны. Видите, мы туда не заходим, но вы видите там какие-то вот устройства для вешалки. Мы весь дом посмотрели, ничего-то мы не увидели. А где она? Она там, из-за номера. Ну, пойдем посмотрим. Так, возвращаемся. Так, а что вот это такое? Тут дверь. Это, наверное, утилити. Нет, это шкафчик, это просто полотеной шкафчик. Следующий утилити. Следующий. Вот что ты имеешь в виду, когда говоришь утилити? Ну, вот это тоже. Нет, это тоже. Это полотеной шкафчик такой, полочки. А вот непонятно, где у них вотер-хиттер. Вот это тоже где-то. Доман, безусловно. Так, мы уже тут вроде шли-шли, шли-шли. Так, кухня. Кухня. Там меньше места, где можно покушать. Вот тут такой миленький умывальничек с парой бутылочек и рюмочек. Свет, открой, пожалуйста, дверки. Вещи? Ну, да, посмотрим. Нет, ну там, а, там эти лампочки. Да, там, друзья, в том смысле, в каком тут можно выпить, это чисто декоративно. Повесили две рюмки, бутылку поставили. Это все старое, это все 50-е годы, вот, судя по состоянию кабинета. Да, да, да. Кабинет в этом доме не менее. Кое-что в доме, кое-что в доме, достаточно новое. А это, конечно, довольно старенькое. Вот что у нас тут, холодильничек? Да, холодильничек. Тем не менее, знаешь, морозит, неплохо морозит, неплохо. Ну что, а, тут еще вот бедром вот тут. Ну, это не бедром, это скорее офис. Да, это скорее офис с таким, можно сказать, эркером, если замахнуться, а так на это дело высоко замахнуться. С таким вот эркером. У меня шкафчик есть, поэтому формально считается бедром. Вот скажи мне про окно. Вот окно с такой вот ручкой, которую надо крутить. Это все-таки более-менее новое, или нет нового дизайна? Нет, это новое, это новое, конечно. Это все новое. Они расширились вот в эту сторону, вот так вот сюда, и спальню расширили. Вот это, вот это новая часть. Вот это, это было новое, и вот это тоже новое все пристроено. Ага, я понял, да, я понял. А там, в сторону лимончика, который на улице, там было пусто. Да, и там бы они спальню расширили, и за счет этого делали немножко больше. Понял, поэтому оно выглядит новеньким. Но оно было делано, да. Ну что же, друзья, пошли на улицу. Друзья, соблазнившись низкой ценой толпы местных жителей, идут вот посмотреть на эту доступную недвижимость. Ну что, Свет, твое слово. Ну что, это обычный дом, вот в стандартной эстетике 50-х годов. Да. У нас такой был вот Лус Алтас. По тем временам, это был, конечно, лакшери дом. Шикарный такой, да. Да, он не был такой большой, там было три спальни и два туалета. Они расширили family room, расширили мастер-спальню. Да. А вот за счет этого у них там туалетик расширился, появился walking closet. Но это все было сделано не недавно, это все было сделано довольно-таки давно. Это, может быть, еще будущий CEO гугла это когда-то сделал. Еще не был CEO гугла. Конечно, да. Хотел сэкономить, пытался сэкономить. Тогда он все это сделал. Но еще раз, это старенький домик, типичный рейндж-хаус, как у нас здесь это называют. Да. Он четкого замысловатого, это нужно любить такую эстетику, чтобы... Слушай, а вот по ценам, допустим, пару лет назад, сколько бы такой стоил? Я понятия не имею, сколько бы он стоил, но я знаю, что это же хороший school district. Да, здесь хорошие школы, ребята, да. Вот с детками идут смотреть, потому что тут заключение high school, который так себя не очень, а все остальные школы, high school очень хорошие, и это повышает цену. Ну, это правда, да. Ну что же, спасибо этому дому, посмотрим на другие.